Привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, это блог Хованского, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о нашумевшей киноленте Дэдпул, Бассейн смерти, или называйте как хотите. В общем, я, к сожалению, посмотрел фильм позже всех, поэтому моя рецензия совершенно не актуальна, я полагаю, что уже все успели помусолить и перемусолить Дэдпула, но я не буду говорить о фильме, я буду в основном говорить о рецензии моего дорогого коллеги Дмитрия Ларина. Так уж получилось, что эту рецензию я увидел до фильма, на фильм я возлагал большие надежды, и после того, как я, ну, услышал, что о нем говорит Дмитрий, я ожидал увидеть что-то ужасное, по-настоящему ужасное, будто бы часовую экранизацию Вайна в Паше Микусе, или что-то кошмарное, потому что Ларин рвал и металл. На деле же, когда я пришел в кинотеатр, с каждой минутой мне становилось все более и более смешно, но не от Дэдпула, не от комедийной составляющей этого фильма, а от того, какой же Ларин все-таки тугой еблан. Просто самый тугой ебланище, которого я видел на планете. Его претензии к фильму Дэдпул в основном сводятся к тому, что там, цитирую, Дэдпул везде пихает говеные шутки, по поводу и без повода. Постоянно вот у Дэдпула, у него вот негативная черта в глазах Ларину, то, что он пихает постоянно ненужные шутки. И вот после того, как Ларин это говорит, проходит 30 секунд, и мимо него проходят бабки, и он такой, ха, бабки, куда они идут? Наверное, искать место на кладбище. Блядь, это была самая говеная, вставленная, совершенно не к месту шутка, и потом еще проходит минута, и он опять, типа, шутит про член, типа, блядь. В Дэдпуле постоянно шутят про члены жопу, но, блядь, меня это раздражает. Вот то ли дело, когда я шучу про член. Это просто выглядит дико, блядь. Ларин, это не Дэдпул вставляет свои ебанутые шутки не к месту, это ты вставляешь их не к месту! Как можно гнать на, блядь, утрированного, костюмированного, блядь, персонажа в маске и не замечать эту хуйню, блядь, за собой? Надо же, блядь, у Дэдпула неостроумные шутки! Представляете, блядь, Ларин недоволен тем, что Дэдпул шутит неостроумно! И он на полном серьезе говорит, блядь, вот в других фильмах Марвела, когда говорит Тони Старк, блядь, или это, там были остроумные шутки, а Дэдпул говно для школьников, да потому что Дэдпул, блядь, неостроумный! Блядь, он ебанутый! В этом и задумывался этот персонаж, блядь! Его шутки, его постоянные, блядь, вот этот школьный пиздеж, это защитная реакция, и это показано в фильме! Как можно быть таким тупым? Блядь, в фильме прямо показано, как он шутит, и понятно, что остроумный-то здесь доктор, который, блядь, понимает, что Дэдпул шутит не смешно, но Дэдпул, блядь, ебанутый, поэтому он и продолжает гнуть свою ебанутую, блядь, линию! Он ебанутый персонаж! Я не понимаю, как можно на полном серьезе... Блядь, Дэдпул не смешной, блядь, у него шутки без сетапа и по шлами... А ты кто хотел, чтобы был вместо Дэдпула? Джимми Карт? Блядь, это... Он же супергерой! Ебанутый супергерой! Дэдпул шутит просто так, ради шуток! Он шутит не по обстоятельствам! Как же так? Настоящая шутка должна идти по обстоятельствам! По каким обстоятельствам? По семейным обстоятельствам, что твоя мама, блядь, гомункула родила, выкидыш, ебаный, блядь! Как можно доебываться, блядь, шутки Дэдпула примитивны? Блядь, конечно! Блядь, куда им до твоего стендапа домики на дереве, где ты рассказывал про свои скрытые латентные гомосексуальные чувства, блядь, коллегу? Ой, блядь, какой он примитивный! Надо же, блядь! И вот я могу ему простить, что он сказал, что Райан Рейнольдс «Безговённый актёр». Окей, забудем погребённого заживо и весь вообще стаж Райана Рейнольдса, который мог в одиночку играть эти фильмы. Но Ларин, блядь, сказал, что он начал его ненавидеть с фильма «Король вечеринок». Как можно ненавидеть фильм «Король вечеринок»? Тебе что в детстве в рот срали, блядь? «Король вечеринок», блядь, это... Я честно не встречал человека, который предъявлял бы настолько бессмысленные и надуманные претензии сказать, что Дэдпул, блядь, безликий, безидейный супергерой и сказать, что «Хэнкок намного круче!» Блядь, Ларин, ты вообще не понимаешь ничего ни в кино, ни в юморе, ни в чём. «Хэнкок круче Дэдпула!» Хэнкок, блядь, не нужно смотреть «Ностальджия Критика», достаточно просто посмотреть на Уилла Смита, чтобы понять, что он самый хуёво играющий чернокожий в США. А его сын, это просто, блядь, наследие плохой актёрской игры. И на полном серьёзе, блядь, втирать своим подписчикам, что блядь, да хуй с ним с Дэдпулом, с Хэнкоком. Но то, что Уилл Смит играет и выполняет свою актёрскую работу лучше, чем Райан Рейнольдс! Блядь, это настолько дико! И вот фильм, кстати, ну, я уже сказал, 7 из 10, не знаю, идите, если у вас есть тёлка, если у вас есть друзья, но просто, блядь, я бы просто забил на этот фильм, я уже делал блог о Дэдпуле, но меня настолько поразило, блядь, отношение к Ларине, как можно? У Дэдпула, блядь, неостроумные шутки. И после того, как Ларина в хлам захуесосили собственные же подписчики и написали, Дима, ты еблан! Ты не то, что, блядь, в комиксах! Ты даже, блядь, в Википедии не посмотрел! Ты вообще несёшь отмороженную хуйню! Ларин написал оправдание на своей странице. Но он написал, люди, которые мне писали под кратким видеообзором на Дэдпула, кратким видеообзором, потому что Ларин просто ходил, бля, шутки тупые, нахуй, бля, не смешно, что я сравниваю этот фильм с интеллектуальной комедией Олигофрена, потому что они не видят разницы между тёплым и мягким. Понятно? Дело не в том, что шутки в сраном Дэдпуле не интеллектуальные, а потому, что они пошлые! Они, они, эти шутки пошлые! Говорит Ларин, который, бля, про очко Микуса говорил, наверное, больше, чем про Джимми Кара, бля, про то, как там, не знаю, Спилберг и Барли, как про личную жизнь Фёдора, он теперь говорит, бля, что они пошлые, а пошлые это не обязательно генитальные экскременты Ильдан Джарахов. Пошлость это верх посредственности, забитости, те категории, многократно повторённые сами низменными слоями человеческому обществу. И этот человек говорит, что, блядь, в других фильмах от Марвел смешнее и лучше, что шутки Тони Старка остроумные по сравнению с шутками Дэдпула. Шутки Тони Старка, блядь, который, оооо, вот Дэдпул такой, а ещё тупой, а тупой и ещё тупее нет. Вот это гениальная комедия. Это не интеллектуальная комедия. И Чёрная кошка, белый кот, кустурицы тоже не интеллектуальная картина, но удивительно смешная. Ты чё, блядь, ты чё, ебанутый, ты сравниваешь, блядь, Дэдпула с кустурицей, блядь, как можно... С таким отношением, дружище, фильмы вообще не нужно смотреть. Я могу сидеть просто, бля, эта хуйня, она тупая, которая вышла, бля, про Дэдпула, про, блядь, людей, и всё хуйня. Я вот Тарковского смотрю, ебать, Тарковский такой непошлый, блядь, такой... Так много смысла у него, шутки не притяг... Я смотрю, прям Тарковского, блядь, вообще заглядеть. А Дэдпул, чё он шутит без темы, да? У него нет сетапа, пускай как все играют, блядь, на поле сетап, панчлайн, я же, блядь, Дмитрий Ларин, я... Меня настолько... Как люди могут верить еблану, который, блядь, доказывает, что Дэдпул говно, сравнивая его с фильмом? Такую историю, блядь, это всё равно, что сказать. Я не читаю Игру Престолов, эта хуйня. Я вот, блядь, купил себе новое издание процесса, Кавки, блядь, сейчас я чую его наизусть. Ты, блядь, ты сам путаешь тёплое с мягким. Ларин, ты еблан. И, блядь, вот эта вот попытка навариться, блядь, наварить хайп на Дэдпуле, она жалкая, потому что всем понравилось. Ну, понятно, что это не новое поколение супергеройских фильмов, но Дэдпул в миллион раз веселее всего того, что может пошутить Ларин. Шутка про то, что, блядь, Лео Миссан уже, типа, третий фильм спасает свою семью. Может, это просто, блядь, хуёвый отец и муж. Она стоит, блядь, всего, что когда-либо написал, напишет и написано Ларином, блядь. И приплетать, блядь, он пошлый, ёпта, он упоминает жопу, а потом шутить, как, блядь, бабки будут залезать в могилу или, блядь, у меня давно так по-настоящему не бомбило, друзья мои. Дэдпул неплохой фильм. Ларин худший кинообзорщик в мире. Он может, блядь, числиться каким угодно хорошим критиком, даже стендап-комиком, мне поебать. Но когда человек говорит, что актёрская игра Уилла Смита лучше, чем игра Райана Рейнольдса, у него шарики за ролики поехали, блядь, мне жалко, что его нейробиолог снял, блядь, с курсов локсетина, потому что ему явно надо до конца пропить. Пиздец, друзья, я, я просто поделился с вами, вот, я не знаю, что ещё сказать. Жопа! Смешно! Дэдпул! Давайте, блядь, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, на блог Хованского, делитесь видео в социальных сетях и предлагайте в комментариях, о каком ещё фильме поговорить или о каком ещё... Я не знаю! Блядь, он просто, он своей тупостью и ограниченностью вымораживает меня. Дэдпул не смешной, блядь, Дэдпул не смешной, блядь, ты не смешной.